Это мастер Коля. Он уже давно занимается арт-бетоном. Ему приходится делать беседки, скалы, гроты, водоемы, заборы. Он все, что предлагает, он делает. Вот его первые попытки скалы, гроты делать. И потихоньку он набирался мастерства. Вот опять тоже его работа. Тоже серьезный водоем, гидроизоляция. Здесь купаться можно, он глубокий. Ну вот фильм... Про водоем. У Коли поступил небольшой заказ сделать реконструкцию такого старого водоема. Это скала, грот. Ну, делали там одни скульптора. Ну, прошло время, и пришло время его сделать реконструкцию. Ну, вот Коля показывает, как это выглядит. Все здесь, короче, фундамент есть, основа есть. Надо просто взять, выварить то, что ты хочешь сделать. И сделать уже там работу согласно своего проекта. Ну, эскиза нету, показать нечего. Ну, давайте посмотрим, что с этого получится. Вот видите, Коля взял сварку, побил штыри, и уже сварил ту конструкцию, которая будет необходима для грота. И мы посмотрим, что с этого получится. Ну, с одной стороны, конструкция уже сделана, фундаменты сделаны. То есть, на это не надо тратить время. То есть, технически перфоратором посверлено. Вот он хочет... Ну, я знаю, что там будет выглядеть. Короче, здесь будут такие бревна. Они такие старые бревна. И с них будет течь вода. То есть, такой мини-фонтанчик. То есть, это такой вот парковый. В любом, будем говорить, на дачке. Везде это можно сделать. Ну, затрат здесь больших нету. То есть, это можно брать и делать. Вот Коля взял такой большой молоток и делает демонтаж старого фонтана. Потому что он, видать, хочет вот этот сам водоем увеличить. Ну, там они рыбки хотят запустить. И вот он показывает, как он демонтаж. Вот брат взялся, все, не постучали, поломали мы по ускоренным. Ломать не строить. Вот видите, они вдвоем стучат. И на кино мы снимаем. Вот все, видите, кирпичи он убрал. То он убрал. Вот видите, тук-тук-тук. И смотрите, что получилось. Камни, которые разбили, они засыпали внутрь. И бромировали. И теперь вот эту чашу, они сейчас возьмут бетоном, зальют его и сделают такую чашу. Видите, они залили уже. Смотрите, лопата они кидают. Вот так вот. Все. И после этого камни, какие большие, они сделали бордюры с них. Видите? И теперь, наверное, камни, вот он примазывает к старой чаше. И новые прицепили. Они, получается, как бы он монолитит к старой чаше. И там основной фундамент, чтобы его не разорвало на стыках. И вот эти камни, они будут являться и дизайном, и в то же время, как бы строительство идет. Это тоже прием. Не надо будет камни делать начисто. То есть, можно их лепить камни, а можно натуральные камни, а можно совместить. Вот такой водоемчик, смотрите. И видите, что интересно. Ну, он пропустил, как он делал вот эти бревна. Но он уже бревнышки сделан из бетона. Смотрите, какие качественные скалы. Чуть-чуть он сделал. Где-то натуральный камень. И вот такой простой водоемчик. Ну, он, Коля, говорит, он не сделал за 4 дня. Ну, и день покраски. Вот 5 дней, за 5 дней. То есть, этот объем можно делать. То есть, не вопрос. И то, как бы, видите, он сзади, смотрите, какие скалы, камни. Это простая работа такая отдыхающая. Ну, что не делать. И вот, в принципе, такой громадной квалификации не надо. Надо просто желание. И можно вот такие украшательские работы делать у себя на даче. И вот, видите, он показывает, что вот через эту трещину в дереве будет капать водичка. А чтобы она не зализывала, он в такие жестяночки вставил. И по этим жестяночкам вода будет стекать сюда внутрь. И там даже рыба будет. Ну, я-то этот фильм уже заливал. Немножко в другом формате. А теперь мы добавили немножко продолжение, как он работает. И мне пришлось заново собрать этот фильм. Видите, я чего ошибся. Он эти камни, которые подзделан, просто их замуровал. Он не захотел их оставить натуральные, а сделал свои камни. Он посчитал, что натуральные это плохо. Ну, я шучу, конечно. А сделал камни бетонные. Вот, смотрите, дерево уже высохло. Где-то что-то он добавил, что-то убавил. А, там, видать, труба подошла. Он показывает, что ему пришлось добавлять и прятать трубу. И вот здесь тоже металлические везде сливы есть. Вот тут насосик, который циркуляционный. Видите, отсюда он забирает и туда берет. И одна и та же вода гоняется по кругу. То есть, не вопрос. Вот так это выглядит. Смотрите, камушки. Ну, что, классно. Вот уже, видите, он сначала делал бетон, потом сделал гидроизоляцию. А это уже и покрасили. Видите, голубой такой водоемчик. Теперь чистенький он будет. И все можно запускать. Смотрите, какая вкусняха. Скажите, что это было сделано с кусков. Вот такое дерево, бревныш. Как будто он их притащил, поставил, собрал. Вот такой интересный дизайнерский ход. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть, когда он заработает. Вот эти кусочки, там чуть-чуть такие есть, как типа моха там стала. И вот он их, уже это его, ну, проверенные будем бренды, которые он применяет во многих работах. То есть, вот немножко зелененькое, немножко коричневое. Ну, вот работа такая вот, ну, реально интересная и несложная. Просто надо брать, делать это. Как раз не для больших объектов. Вот, смотрите, вот Коля уже пришел к фонтану. И я пришел, пришел его, решил сфотографировать. Я попросил его попозировать. Ну, вот, я говорю, Коля, он показывает, видите, грязь там. Он чистит его. Смотрите, уже водоем проверенный. Он не текет. И, смотрите, там рыба находится. И, смотрите, фонтанчик работает, переливается. И вот, смотрите, очень интересно. И я говорю, сейчас, наверное, попрошу вот рыбу. Ну, фиг у него получится, видите. Она такая хитрая, умная рыба, что вот он ее погонял, смеется. То есть, вот такой вот интересный прудик. Ну, не знаю, летом здесь будет жарко, как с этой рыбой. Ну, вот, сейчас они взяли и запустили ту рыбу. И, видите, такая природа, простенькие беседочки. Ну, а вот это вот серьезные беседки. Это работы уже Коля делал раньше. Смотрите, здесь купаться можно. То есть, опыт у Коли громадный. Скалы, грот. Это вот одни из первых таких у них работ, где он... Ну, Коля не боится брать любую сложность на себя. И, ну, как просто делает. Вот тогда водоемчик находится в Козельске. Там весь рядом городок такой Калужской области. И вот мы целую усадьбу оформляли одному заказчику. Вот уже беседки с мостиками. Тоже здесь водоем. Ну, здесь, видите, водоем не в бетоне, он прудик. То есть, мы делали эту беседку. Это тоже Калуга. А это полностью Колина беседка с фонтанами и водоемами. Ну, я вам хочу, ну, чтобы фильм был более интересный. Или, извините, я вам кидаю эскизы более сложных. Вот Альпийский город, фонтанам. Вот такая лесная тема, она очень мне нравится. Можно ее применять. Ну, кусочек Коля вот как бы взял с этого эскиза. А это, смотрите, как делается водоем. Вот выкапываются такие ландшафтные ямы. Смотрите, какое красивое слово сказал. Потом сюда вставляются такие всевозможные, ну, или готовые уже водоемчики. Не надо его не заливать. И камнями обкладывается. Это все покупается. Вот, видите, такая интересная уже готовая водоем с натурального камня. Ну, мы делаем с бетона, потому что нам за это платят деньги. Ну, в принципе, можно чуть-чуть добавлять и натуральных камней. А это, видите, конструкция, как ставятся насосы, переливы. А это вообще шикарнейший. Смотрите, экстракласса, как, я не знаю, просто смотрите, какой ландшафтный дизайн. Какие фонтаны, водоемы, мостики, дорожки. Ну, я не знаю, так. А это вот какой-то вот Китай. Вы смотрите, рыбы кои. Вот тоже такие натуральные камни, наверное, делался. По нему быть и мостик ходить можно. Цветы растут.